Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа, как всегда, идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моей сегодняшней очаровательной гостье. В гостях у меня сегодня председатель комитета по культуре и туризму администрации Щелковского муниципального района Наталья Чуиченко. Добрый вечер, Наталья Александровна. Добрый вечер. Вы у нас в программе первый раз сегодня в гостях, тем более приятно видеть вас в конце уже Нового года, в конце старого года, перед Новым годом, подвести какие-то итоги работы комитета по культуре и туризму. Ну, конечно, первый вопрос сам собой назревает, что какие задачи стоят перед вашим комитетом, как сочетается это все. Но я думаю, что мы вначале посмотрим сюжет, который, ну, так скажем, 4 месяца назад выходил в эфир на нашем канале и, соответственно, рассказывал о том, как проходил круглый стол, посвященный вопросам развития культуры в нашем районе. Давайте посмотрим, потом уже будем обсуждать. С удовольствием. Бесценный капитал российской культуры. Так назывался круглый стол, который прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Он был организован комитетом культуры и туризма администрации района и на нем состоялся обстоятельный и профессиональный разговор о развитии культурно-исторической среды в районе. На круглом столе с докладами выступили директора ведущих учреждений культуры. В районе действует муниципальная программа, направленная на обеспечение доступности населения к культурным ценностям. К 2019 году поставлена задача существенно увеличить посещаемость музейных учреждений, поднять количество выставочных проектов, на треть расширить долю представленных зрителю музейных предметов основных фондов, поднять уровень фактической обеспеченности населения услугами библиотек. Наталья Богданова, директор Щелковского историко-краеведческого музея, проанализировала роль музейного пространства как значимого ресурса развития общества и культуры. Она отметила, что создание внутри музея специального подразделения для развития сферы туризма перспективно и должно соединить в себе несколько направлений – музейное дело, концертно-театральные выступления и экскурсионную деятельность. На круглый стол был приглашен депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он отметил, что для жителей очень важно, чтобы учреждения культуры находились в шаговой доступности от их места проживания. Участники круглого стола подготовили и приняли резолюцию, в которой ставятся задачи культурного строительства в районе и формулируются пути их решения. В ней, в том числе, работники культуры высказывают поддержку созданию туристического кластера – важной составляющей развития въездного и внутреннего туризма в нашем районе. Вот такие пункты были озвучены на круглом столе. Давайте о них поговорим. Прежде всего, главный пункт, наверное, это то, что в нашем районе реализуется целевая программа по доступности культурных учреждений для населения. В чем эта программа заключается, какие ее основные положения? Да, совершенно верно. Хочется отметить, что программа с рабочим названием «Доступная среда» реализуется во всех социальных учреждениях, не только в сфере культуры. Но, безусловно, эта работа имеет крайне важное значение для жителей, для района в целом. Так как она позволяет в категории людей с ограниченными возможностями разных абсолютно типов попадать в наши учреждения и посещать их наравне с обычным полноценным здоровым человеком. Безусловно, мы понимаем значимость этой работы, так как все-таки услуга любого учреждения культуры, она должна доходить до любого потребителя, независимо от его возможностей. И по программе ежегодно выделяются средства определенные, направленные на то, чтобы создавать эти доступные условия в разных учреждениях. Учреждения очень различного типа у нас в районе есть, и они находятся в самых различных условиях, в самых различных зданиях. Где-то это вообще жилые дома, первые нежилые этажи, где-то, как, допустим, структурное подразделение «Заречный» в микрорайоне, это первый и второй нежилой этаж здания с кабинетной системой. Где-то исторические здания, такие как музей в усадьбе Вафрианово и музей историко-краеведческий в центре города. Поэтому у каждого учреждения есть своя специфика и свои сложности реализации тех задач, которые перед нами ставит программа «Доступная среда». Тем не менее, мы полномерно двигаемся к достижению основной цели создания безбарьерного доступа в каждое учреждение. И выработали дорожную карту на ближайшие несколько лет, которая с учетом возможного финансирования по городской программе, по районной программе, по софинансированию из бюджета Московской области, предусматривает определенные виды работ для каждого учреждения, чтобы постепенно нам подойти к тому, чтобы распахнуть двери всех учреждений для любых категорий людей. На сегодня у нас, например, Щелковская художественная галерея полностью отвечает требованиям доступности. Работы были выполнены в прошлом году. Расширенные проемы, допустим, в помещениях уборной, созданы необходимые приспособления для людей с ограниченными возможностями, тактильные знаки, световые полосы, табло и многое-многое другое, что позволяет людям с различными нарушениями посещать это заведение. Это один из ярких примеров. Мы еще вернемся к разговору о том, как реализуются тезисы цели круглого стола. У нас есть первый звонок. Давайте послушаем и ответим на него. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли проводиться в 2017 году акция «Бессмертный полк»? Да. Вы знаете, эта акция является всероссийской. Мы знаем прекрасно, что в одном из городов идея проведения акции появилась, зародилась. И очень положительно была воспринята населением нашей страны в целом. Конечно, наш город и район не исключение. Это то мероприятие, которое доходит до души и сердца каждого участника. Не только участника, а и до тех людей, которые просто становятся вдруг случайными свидетелями прохождения непосредственно участников «Бессмертного полка» с портретами своих предков, своих родственников. Очень приятный вопрос от вас прозвучал. Однозначно, акция будет. Год 2016-й показал, что в Щелковском районе на самом деле очень много желающих принять в ней участие и почтить память своих предков, пройдя в едином строю. Мы буквально без какой-то предварительной длительной подготовки на празднование 9 мая в этом году смогли отметить порядка 5000 участников, а может быть даже и больше. Поэтому, конечно, нам в следующий год следует ожидать еще большего количества желающих принять участие. Спасибо, Наталья Александровна. Вернемся опять к теме круглого стола. Еще одна мысль, которая там прозвучала, это развитие на территории нашего района въездного и внутреннего туризма. Причем это будет все делаться вместе, так скажем, с музейными работниками. Вот что делается в этом направлении, как удается скоперироваться, ну и какие наиболее привлекательные объекты можно для наших зрителей назвать. Вы знаете, тема тоже очень интересная. Вообще, если говорить о сфере культуры и туризма, которую на сегодняшний день я возглавляю, можно сказать, что очень много граней у работы, которую мы делаем ежедневно. Въездной туризм вопрос непростой. Безусловно, в нашем районе большое количество объектов, которые могут привлечь внимание, но вряд ли кто-то из отдаленных уголков Московской области, а то и наша необъятная родина, знает о том, что действительно у нас что-то уникальное есть, и стоит собраться, купить билет на поезд, приехать и посмотреть. Ну, Монинский музей, наверное, все знают. Поэтому, тем не менее, задача непростая. Население не всегда активно, и все любят получать какую-то качественную, комплексную, интересную услугу в шаговой доступности. И гораздо меньше людей, которые готовы собраться, прыгнуть в поезд, в машину, в автобус, уехать на другой край области, чтобы что-то увидеть, возможно, интересное. Но мы понимаем, что развитие визного туризма – это один из аспектов, который позволит в целом развивать район и, может быть, даже будет одним из ключевых моментов какой-то дальнейшей инвестиционной привлекательности. Ведь увеличение турпотока на какой-то территории, оно привлекает развитие соответствующей, сопутствующей туристской инфраструктуры, строительство гостиниц, ресторанов, развлекательных каких-то объектов, много-многое другое. Территория начинает становиться точкой роста и имеет абсолютно новые возможности. Да, вопрос комплексный, да, вопрос непростой. Но на сегодняшний день, наблюдая за тем, как работают у нас на территории Щелковского муниципального района два муниципальных музея – это Фриановский музей и Щелковский историко-краеведческий, мы увидели очень яркую тенденцию за последние 2-3 года резкого увеличения количества посещений этих музеев, смен экспозиций, интерес населения к этим экспозициям и поняли, что в целом то, что делают руководители этих учреждений, интересно людям, хотя бы тем, которые проживают на нашей территории. Почему эти идеи не могут быть интересны и людям, приезжающим извне, например, из соседних районов? У нас есть на территории района то наследие, которое можно вовлечь в определенную туристскую сеть, создать ряд каких-то экскурсий, которые будут охватывать не только посещение одного музея, а посещение нескольких объектов, объединенных какой-то общей темой, для того, чтобы любую экскурсию выстроить и финансово, и повременно, и транспортное обеспечение этой экскурсии, необходимы специалисты, которые в первую очередь знают историческое наследие, профессионалы в своем деле с точки зрения подготовки материала для экскурсии и ее проведения в дальнейшем, и могут с помощью компетентных специалистов рассчитать финансовую составляющую той или иной экскурсии, того или иного пакета услуг, как у любого турагентства. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, такими идейными зачинщиками могут становиться только сотрудники наших музеев, тем более, что действительно они развиваются сейчас очень активно. И учитывая тенденции, которые Министерство культуры Московской области в настоящее время активно показывает и продвигает, мы рассматриваем уже в следующем году, в 2017-м, создание ТИЦА на базе Челковского историко-кроведческого музея. ТИЦА – это туристический информационный центр. Вот как раз я хотел спросить, какая-то централизованная система должна быть, которая составляет маршрут и привлекает посетителей и так далее? Та структура, которая может не просто разрабатывать какой-то продукт, она может в целом аккумулировать информацию о наследии, о тех или иных экскурсионных маршрутах, которые у нас на территории уже разработаны, плюс, конечно, что-то новое выпускать. Это структура, которая может активно выпускать информационные материалы о нашем наследии, о том, чем богат наш район. Это структура, которая может внедрять и распространять для наших жителей, работая смежно с другими районами, с подобными ТИЦами, информацию о наследии в другом районе, об их туристических продуктах. В конце концов, это структура, которая может разрабатывать линейку сувенирной продукции, любой, связанной каким-то образом с нашей местностью. Разрабатывать, может быть, какой-то бренд, например, нашего района. Да, чтобы брендировать и выпускать эту продукцию, реализовывать. Другой вопрос, что сложность все-таки есть. И, к сожалению, нормативно-правовая база пока на сегодняшний день не позволяет нам непосредственно в музей ТИЦ внедрить, но мы работаем над этим. Я думаю, что выход какой-то мы найдем все равно. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем зрителей, потом продолжим нашу беседу. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а будет ли проводиться в 2017 году мероприятие «Ночь в музее»? Потому что, побывав в 2015 и 2016 годах на подобных мероприятиях, мы всей семьей с нетерпением ждем следующего. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. «Ночь в музее» вы знаете наверняка, что эта тенденция очень современная. Тенденция, которая родилась не у нас. В общем-то, это идея и столицы нашей, подхваченная на всех федеральных уровнях нашей страны, и во всех муниципалитетах. Очень активно учреждения района на самом деле откликнулись и взялись за проведение подобных мероприятий. У нас есть «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Ночь в библиотеке». Но, отвечая на вопросы нашей уважаемой зрительницы, хочу сказать, что, безусловно, проводить мероприятие мы это будем. И, коли вы были в 2016 году и в 2015, у вас, в общем-то, есть даже возможность сравнить, какие отличия были при проведении «Ночи в музее» в 2015 году и в текущем году. 2015 год мы интересно подошли и к «Ночи музея», и к «Ночи искусств». «Ночи искусств» мы провели на территории кинотеатра «Пять звезд». Наши коллеги откликнулись, и мы привлекли различных… Это в прошлый год? Да, в прошлый год. Мы привлекли представителей музейной деятельности, выставочной деятельности, конечно, с участием художественной галереи, Щелковского историко-кровеческого музея. Мы привлекли театр щелковский, драматический, мы привлекли актеров театра и кино. У нас в гостях были Юрий Чернов и Николай Денисов. Мы привлекли интересных специалистов, которые проводили мастер-классы. И все это проходило на территории кинотеатра. Абсолютно разные активности для различных категорий людей, которые пришли и бесплатно… Для разного возраста, естественно. Да, посетили. Для разного возраста. А в 2016 году мы не стали выходить на общую площадку, и мероприятие у нас проходило в учреждениях. Очень активно по территории всего района откликнулись учреждения и подошли очень креативно, что на самом деле для меня приятно, потому что это дает осознание того, что не зацикливаются наши сотрудники на каких-то стандартных, уже закореневших таких… Опять же, география охвата расширится. И география, да. И я не знаю, где наша телезритель была в этом году, в каких непосредственных учреждениях, но мне в этом году удалось посетить два учреждения. Это Челковский историко-крывический музей и художественная галерея. И хочу сказать, что программа была потрясающая. Я была удивлена очень приятно в музее Крывическом, помимо того, что были на протяжении всего вечера и поздней ночи, с переходом в позднюю ночь, очень разнообразный мастер-класс. Меня, например, очень удивила мастер-художник-гравюр, которая рассказывала не просто о своих работах, которые как раз были расположены… Она показывала, как это делается. Да, она от А до Я показала… Наталья Александровна, я вас перебью. У нас будет возможность посмотреть как раз, как проходила ночь искусств в Челковском Крывическом музее. У нас есть сюжет, но у нас есть еще один звонок, поэтому у нас приоритет зрителям. Давайте выслушаем и уже попробуем ответить. С удовольствием, я рада, что такое интересно. Слушаем вас, спрашивайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Здравствуйте, Ирина. В октябре 2016 года на мероприятии памяти проводилось мероприятие, посвященное 75-летию формирования Щелковского батальона народного ополчения. Да. Наталья Александровна, пожалуйста, скажите, а в последующем будет ли проводиться подобное мероприятие? Спасибо большое за вопрос. Мероприятие действительно свежее. Первый раз в этом году прошло. Да, нужно коснуться все-таки небольшой предыстории. Мы все прекрасно знаем о том, что народное ополчение формировалось в год начала Великой Отечественной войны. Уж в Подмосковье-то везде, в каждом униципалитете, в каждом районе. И щелковские краеведы очень много поработали для того, чтобы постараться восстановить и поднять информацию, восстановить сведения о щелковских ополченцах, которые вошли в состав Сверской народной дивизии, сформировавшейся здесь на территории города Щелково в Щелковском районе. Отследить их боевой путь, понять, где же происходили самые тяжелые для наших ополченцев события. И, конечно, в 2016 году, когда наша страна вспоминала годы начала войны, битву под Москвой, начало контрнаступления советских войск и участие народных ополченцев всей страны в этих событиях, мы тоже не могли обойти эту дату стороной. Мероприятие действительно получилось интересное, памятное. На аллее памяти мы постарались затронуть все-таки конкретные имена конкретных людей, наших соотечественников, которые ушли в народное ополчение с нашей земли, из нашего города. На мероприятии даже была расположена выставка с материалами визуальными для того, чтобы можно было как-то больше в атмосферу погрузиться. И по отзывам жителей, и потому что мы сами увидели, проводя и готовя это мероприятие, пришла идея эту дату все-таки каким-то образом закрепить. Ну и сама дата 14 октября тоже не случайно была выбрана, конечно. Да, эту дату тоже отрабатывали по архивным источникам, по архивным данным нашей краеведы. Очень много поработало, мы активно сотрудничаем с Георгием Васильевичем Ровенским. Поэтому мы обратились в совет депутатов Шелковского муниципального района с тем, чтобы дату закрепить решением совета, сделать постоянной ежегодной. Для того, чтобы мы не вот так разово в какие-то круглые даты, а все-таки ежегодно могли отдавать дань памяти нашим предкам, нашим землякам, которые не пощадили себя и, в общем-то, бросились на абразуру, защищая нашу Родину. Наталья Александровна, еще один звонок. Вот такие активные у нас сегодня зрители, слава Богу, конечно. Конечно. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Александровна, меня зовут Елена Юрьевна. Скажите, пожалуйста, а планируется ли проведение анимационных программ для ребят, для детей наших на площади Ленина? Елена Юрьевна, новогодние мероприятия вы имеете в виду? Да, да, новогодние. Спасибо за вопрос, Елена Юрьевна. Да, тоже приятная традиция, новая абсолютно. Буквально три года назад, первый раз в новогодние каникулы, площадь Ленина стала центром притяжения малышей на игровые программы. И мы в этом году, Елена Юрьевна, не отступаем от пожеланий жителей и участников этих мероприятий. Со 2 по 10 января в дни школьных каникул для ребят будут организованы различные активности творческие. Хочу особо отметить, что это работа не каких-то приглашенных коллективов. Каждый день в этих уличных программах будут выступать сотрудники муниципальных учреждений, расположенных на территории городских и сельских поселений Щелковского района. То есть каждый день одно или второе поселение, приезжая сюда, в центр города Щелково, будет дарить свою творческую программу нашим жителям и всем гостям, желающим прийти на праздник. Каждый день в 11 часов утра Дед Мороз, Снегурочка, различные театральные персонажи и сказочные персонажи, сладкие подарки. Все это ребят будут ожидать на протяжении полутора часов ежедневно. Так что не сомневаюсь в том, что детей, как обычно, будет много и площадь вновь станет в дни новогодних праздников местом притяжения. В конце нашей программы мы, конечно, поговорим еще о том, какие культурные мероприятия ожидают и детишек наших, и всех жителей нашего района на новогодние праздники. Но сейчас подошло время перерыва. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по культуре и туризму администрации Щелковского муниципального района Наталья Чуйченко. Программа идет в прямом эфире. Звоните 567-1440-567-1450, задавайте свои вопросы, а мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по культуре и туризму администрации Щелковского муниципального района Наталья Чуйченко. Еще раз добрый вечер, Наталья Александровна. Напоминаю, телефоны студии прямого эфира 567-1440-567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы, мои сегодняшние гости. Мы вернемся к нашему разговору, который был до перерыва. Наталья Александровна, вы так интересно стали рассказывать про Ночь искусств, которая проходила у нас в начале ноября. И мы упоминали о том, что были в двух учреждениях культуры нашего города, в частности, в Щелковском историко-краеведческом музее. И я предлагаю посмотреть сейчас короткий видеосюжет о том, как проходила ночь в нашем музее. Тем более, что я осталась под большим впечатлением. В третий раз подряд Щелковский историко-краеведческий музей принимает участие в ежегодной социально-культурной акции «Ночь искусств». Программа все интереснее. И концерты, и экскурсии, и мастер-классы, и презентации. И гостей все больше. Вот эти акции, они полезны для того, чтобы, как сказать, объединить наших горожан, жителей района в едином порыве любви к искусству и к истории. Я так считаю. Почти неофициально пришла на вечер глава Щелковского района Надежда Суровцева. Тоже приобщиться к искусству. Те, кто по роду своей деятельности, работают в Москве или еще где-то, не может попасть, допустим, в музей в рабочие дни, в рабочее время, сегодня у него есть великолепная возможность оторваться от айфона, от телефона, от телевизора и насладиться искусством во всех его проявлениях. Что умеем, тем поделимся с нашими посетителями, говорят сотрудники музея. А умеют они хранить историю района. Иногда ценность для них представляет маленькая бумажка в виде документа или фотографии. А есть дорогие экспонаты, как по стоимости, так и с точки зрения исторического наследия. В рамках «Ночи искусств» презентовали новые поступления. Уже совсем поздно начались мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Время вроде не детское, но ребята терпеливо ждали и дождались. Делали работы в технике декупаж и из всяких подручных предметов. Похоже, спать не хотелось никому. Музей принимал гостей до поздней ночи. К сожалению, в коротком репортаже покасать все мероприятия, которые проходили в рамках «Ночи искусств», не удалось. Тем не менее, я думаю, наши зрители уже получили представление о том, что это такое было. Да, и захотят наверняка посетить «Ночь искусств» в следующем году. Мы будем очень рады. Ну и «Ночь музея», который будет, соответственно, значительно раньше, чем «Ночь искусств», все-таки, да, весной и осенью. Наталья Александровна, все-таки в этом году у нас было очень много достижений, так скажем, регионального и даже федерального уровня среди наших многих культурных мероприятий, которые уже не один год существуют. Я имею в виду, конечно, душоновские маневры. Уже не два, даже, а уже три первых места мы заняли в разных номинациях. Если можно, подробнее расскажите о том вообще, ну не только, конечно, об этом мероприятии, но и о том, чего удалось нам достичь, ну так скажем, с точки зрения оценки посторонних людей, да, компетентных жюри и так далее. Кто что занял и как дальше будем развиваться. Да. Вы знаете, на самом деле, если говорить о достижениях различного уровня для нас, как для сотрудников сферы культуры, наверное, не ново, когда достижения есть у творческих коллективов, вокальных, хореографических, когда они выезжают на различные конкурсы, привозят места областные, региональные, федеральные, даже какие-то призовые, ведущие места в международных конкурсах. Это приятно, но это уже, скажем так, та действительность, к которой мы привыкли, потому что уровень культуры в Щелковском муниципальном районе следует отмечать все-таки как высокий. А вот первые места как раз в тех или иных конкурсах, связанных с развитием туризма, о котором мы сегодня уже заговорили немного, и презентация тех или иных, на наш взгляд, туристических продуктов – это для нас действительно такой ноу-хау. И фестиваль военно-исторических реконструкций «Душеновские маневры», который проводился в 2016 году в селе Душеново уже 18-й раз, в этом году был представлен на нескольких конкурсах федерального значения. И вот на сегодняшний день уже в трех конкурсах занял первое место, самую высшую ступень среди военно-исторических реконструкций. Причем вместе с этим проектом в конкурсах участвовали фестивали из таких городов, как Санкт-Петербург – продвинутая наша туристическая столица, в общем-то. Севастополь, Ханты-Мансийск – крупнейшие города с мощным финансированием, с очень серьезной базой для проведения таких мероприятий. И здесь Щелковские районы и Душеновские маневры, которые для наших жителей являются мероприятием, но, наверное, никто не воспринимал это как что-то из ряда вон выходящее. До достижения. Мы заняли первое место с проектом Душеновские маневры в национальной премии Russian Event Awards. Мы заняли первое место в конкурсе, организованном Министерством культуры Российской Федерации. Он, кстати, проходил в Ханты-Мансийске. И буквально в эти выходные моя коллега с презентацией Душеновских маневров была в Воронеже и также заняла первое место в нашей презентации, наш проект как туристический продукт с точки зрения продвижения и рекламы этого продукта. Так что, на самом деле, новости приятные. Это пример того, как одно мероприятие, которое много лет существует и проводилось с участием и сельского поселения Угудневска по их инициативе, и по инициативе настоятеля храма села Душеново, и в разные годы с участием администрации района, то в лице комитета по образованию, то теперь в лице комитета по культуре. Глобально не изменилось само мероприятие, что-то добавилось, конфигурация поменялась, наполнение немножко поменялось, но оно было представлено на различные уровни, и сейчас уже в туриндустрии среди наших коллег словосочетание «Душеновские маневры» вызывает стойкую ассоциацию со словосочетанием «Щелуховский район». Это важно и приятно как раз для развития территории. Яркий пример того, как одно мероприятие может стать объектом событийного туризма для того, чтобы нашу территорию развивать. Я уверена, что наши достижения в следующем году приведут к тому, что поток как раз гостей и туристов из соседних районов, из соседних регионов как минимум на этот фестиваль приедет. И на сегодняшний день я вижу перед собой основную задачу при подготовке и проведении фестиваля. Во-первых, все-таки сплотить вокруг фестиваля определенную инфраструктуру для того, чтобы мы могли туриста не на один день пригласить, а создать условия для размещения по какой-то лояльной стоимости, чтобы действительно человек мог приехать. Предполагается строить какие-то, не знаю, не гостиницы, но хотя бы места временного пребывания. Да, вы коснулись сейчас такой очень долгосрочной, но интересной перспективы. Не могу говорить уверенно, но готова приоткрыть немножко завесу этой тайны. Есть интересное предпроектное решение по строительству исторического парка Душеного. Эта идея несколько лет назад родилась, в ней есть несколько заинтересованных сторон, так как мы проводим фестиваль не на муниципальной земле, а на частной территории. И Геннадий Степанович Андреянов очень любезно нас пускает на эту территорию, всячески помогает нам в организационных аспектах при подготовке мероприятия. Если нам удастся все-таки разработать правильный пакет документов с нормативно-правовой базой, с экономической подоплекой и привлечь инвестиции к этой территории, я думаю, мы можем здесь очень интересный такой исторический парк получить в результате, который станет территорией привлечения зрителей, жителей и гостей круглогодично и местом проведения не одного фестиваля «Душеновские маневры», а любых активностей в течение года. Это могут быть и приглашенные фестивали, это могут быть и наши какие-то сезонные праздники. Почему бы Масленицу не провести в аутентичной обстановке с деревянными избами, с красивым амфитеатром? Опять же в этом парке, который, возможно, появится. Да, не исключая, конечно, традиционных мест проведения, то есть это как дополнение, но это такая перспектива на уровне мечты. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Алло? Да-да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Конечно, мы вас слушаем. Большое спасибо, Наталья Александровна, вам за то, что в Щелковском районном культурном комплексе имеется возможность посетить инспекции концертов с участием ведущих театров и артистов города Москвы. А планируется ли проведение в Щелковском районном культурном комплексе концертов профессиональных коллективов классического жанра? Да, спасибо большое за вопрос. Если вы являетесь активным посетителем этого учреждения и наблюдаете за афишей, то и в настоящее время концерты классические проводятся в районном культурном комплексе. Но о ближайшей перспективе могу сказать, что к новогодним и рождественским праздникам будет очень интересный, на мой взгляд, концерт. 2 января пройдет концерт хора Сретенского мужского монастыря. Не первый раз уже становится этот хор гостями нашего района. Я очень рекомендую посетить это мероприятие, послушать действительно очень профессиональное многоголосие, классическое исполнение. А с точки зрения афиши учреждения в целом, мы стараемся активно в газете «Время» размещать всю информацию о том, какие мероприятия планируются. Но и также учреждения, если вы являетесь пользователем интернета, то у учреждения есть свой сайт, где всегда обновляются афиши. Вы можете посмотреть, какие мероприятия в ближайшее время предстоят. Спасибо. Ну, от себя могу добавить, что «Щелковское телевидение» тоже прикладывает свою руку, как говорится, к анонсу тех культурных мероприятий, которые проходят у нас в районе вообще и в «Щелковском районном культурном комплексе» в частности. Наталья Александровна, может быть, нашему зрителю не так будет интересно, но тем не менее реорганизация учреждений культуры, в частности передача их из районного ведения, ведения городского поселения «Щелково» произошла. Вот как повлияло это, потому что мы видим результат, да, вот может быть, расскажите нам кратко, как это происходило, вообще какие были потери и какие были достижения. Готовы рассказать об этом, так как процесс был достаточно стремительный и, как любая реорганизация, конечно, бурный. Само слово «реорганизация» звучит для всех всегда очень страшно, но в прошлом году администрация района в целом подходила к реорганизации все-таки как к оптимизации не только расходов, но и деятельности учреждений. Мы, прежде чем что-то делать, проводили очень подробный анализ того, каким последствиям наши действия могут привести. Действительно, из района мы передали ряд учреждений на городской бюджет, они стали носить принадлежность городского поселения «Щелково». Это историко-кроведческий музей, художественная галерея. Из Щелковского районного культурного комплекса у нас был выведен Щелковский драматический театр. Он стал городским, перешел в здание культурного комплекса «Славия» и, объединившись с ансамблем русской песни «Распивы» и духовым оркестром, составил единое учреждение, очень интересное, про которое можно отдельно делать, на мой взгляд, передачу, театрально-концертный центр. Учреждение, в котором сочетаются труппа драматического театра, труппа народного вокала и народных инструментов и труппа оркестровая. Вот такой симбиоз дает возможность, это одно из преимуществ реорганизации, дает возможность создавать абсолютно новый творческий культурный продукт. Не просто отдельно концерт какого-то одного направления, а театральная постановка в сопровождении народного вокала, либо оркестра. Концерт оркестра с зарисовскими театральными, и, по сути, учреждение уже сегодня вот эти идеи очень активно внедряет и реализовывает на своей базе. Какие преимущества были еще, если сказать очень вкратце? Безусловно, экономическая составляющая только выиграла от того, что была ликвидирована часть неэффективных каких-то должностей с учетом повышения заработной платы в целом по Московской области. Никто ничего не потерял. Челковский театр находился в одном здании с районным культурным комплексом. Конечно, для двух крупных учреждений это тесно. И у театра, мы все прекрасно понимаем, должно быть отдельное здание. На сегодня, располагаясь в бывшем культурном комплексе «Славия», театр приобрел новый облик, новые фасады. В этом году были проведены колоссальные работы по фасадной части. Сейчас завершается работа по организации с тыльной стороны театра, такого хранилища ангара для декораций, для того, чтобы это было удобно в театре. И, конечно, большой комфортный зал, техническое оснащение позволяет театру привлекать зрителей на свои спектакли в большем количестве, в хорошие, приятные условия. И как раз открытие сезона театрального в 2016 году у нас стало просто аншлаговым, потому что был выпущен новый спектакль комедийный по английской пьесе, который продолжительность спектакля составляет, по-моему, два с половиной часа. Я только боюсь обмануть вас с антрактом или без. Сказать точно не могу только по той причине, что когда я пришла на премьеру, окунулась в эту атмосферу, я побывала в настоящем театре. И это не мое предвзятое отношение, мнение. Это мнение зрителей, которое подтверждается тем, что у нас на ближайшие спектакли все билеты раскуплены. Тем более, что сейчас театр ввел еще одно новшество для удобства всех жителей. Работает онлайн-продажа билетов. Не обязательно идти в кассу, можно через интернет все билеты себе приобрести. Историк Кровеческий музей только выиграл, по-моему, от того, что стало городским, потому что он расширил помещение, приобрел, получается, в свое распоряжение третий этаж. Из городского бюджета в этом году были выделены субсидии для того, чтобы привести третий этаж в порядок, демонтировать все старое покрытие стен, потолков. Сейчас проводится ремонт Кровли для того, чтобы в следующем году уже с выделением новой субсидии, которую мы предусмотрели, музей полностью мог провести ремонт. Помещение третьего этажа, создать новые экспозиционные залы современные на третьем этаже. И я не сомневаюсь, что мы закончим эту работу к осени, когда музей будет праздновать свое 50-летие. Так что это очень символично. Ждать осталось недолго. Наталья Александровна, вот вы упомянули о некоем симбиозе, но это применительно к драмтеатру, духовому оркестру нашему щелковскому и хору народной песни. Так они взаимодействуют, но это в пределах всего одного поселения на Щелково. А вот как-то взаимодействуют учреждения культуры нашего района между собой? Все-таки большие расстояния, так скажем, от Медвежьих озер до Фрянова путь не близкий, особенно в Будне. Как-то они вместе собираются, какие-то мероприятия производят? Это как раз взаимодействие поселения, это результат и нашей совместной работы, и определенных сплачивающих, объединяющих мероприятий, таких как, например, слет работников культуры, который проходил осенью этого года уже в пятый раз в районе. Самое главное, что есть действительно значительный положительный результат. Поселения и учреждения-поселения перестали замыкаться в рамках своей территории, в рамках одного учреждения. Они начинают выезжать не только на наши районные мероприятия, для участия в каких-то общерайонных праздниках. Они начинают очень активно взаимодействовать друг с другом, обмениваться своими программами. Ведь те программы, которые одно поселение, может быть, видело два-три раза, другое поселение не видело никогда. И вот можно организовать кастроли, выездный порт. Именно так. Я вам хочу сказать, что интересно взаимодействуют поселения, как раз не расположенные рядом друг с другом. У нас очень активно за последний год работают именно в таком обмене Огодневское поселение и городское поселение Свердловское. Выезжая с программами друг к другу в гости к различным тематическим праздникам. Такой некий культурный обмен происходит. У нас взаимодействует сельское поселение Нискинское и Медвежеозерское. Касательно недосуговой деятельности, адаптив музейной деятельности, у нас взаимодействует Щелковский историко-кровеческий музей, художественная галерея с музеем Вафрянова в усадьбе Лазаревых. Либо делают какие-то отдельные экспозиции там, либо вообще на одной или другой территории реализуют совместные проекты. Я считаю, что это очень важно, ведь работая внутри одной какой-то структуры, ты можешь, взгляд может замылиться, ты можешь замкнуться немножечко в своей работе. И тебе сложно будет удивить людей, приходящих к тебе за той или иной досуговой услугой, чем-то новым. А вот это взаимодействие, этот симбиоз и особенно обмен продуктами своей работы, это очень важно. Я рада этому. Ну а сейчас я предлагаю нашим зрителям посмотреть на лица сотрудников культуры нашего района, как раз вот короткий материал с того самого пятого слета, о котором упомянула Наталья Александровна. Это приятно, да. Давайте посмотрим. Спасибо. Они делают мир вокруг нас ярче, они дарят хорошее настроение другим. Теперь около 150 культроботников из разных уголков Щелковского района объединились на три дня, чтобы устроить праздник и себе, обменяться опытом, идеями и по-настоящему сплотиться. Весело и по-доброму – это уже пятый слет работников культуры нашего района. Это встреча друзей, знакомство с новыми программами. Это не только отдых, но и работа. Повышение мастерства, желание служить искусству. Поэтому слет так и назвали – дорогами добра. Они не только работники культуры, они еще работники труда, которые преподают людям высоту духовной культуры. Она не может упасть, подняться. Она же одна у нас духовная культура. Они должны все время оставаться на достаточно высоком уровне, что демонстрируют наши работники, которые во всех поселениях достойно выполняют свой служебный долг. С первого дня слета участники учились друг у друга и у приглашенных профессиональных мастеров. Режиссура, конферанс, хореография, художественная резка по овощам, карвинг. А вечером каждый из них демонстрировал свою культурно-развлекательную программу. Для культработника все это не в новинку, но к подготовке каждый подошел основательно. Самым неожиданным и ярким сюрпризом для участников стали спортивные соревнования. Такое организаторы устроили на слете впервые. Это стало одним из тех конкурсов, когда взаимовыручка и поддержка становятся не пустыми словами, когда крепнет дружба и воля к победе. Ну вот тоже некий такой своеобразный симбиоз культуры и спорта. Наталья Александровна, спасибо вам. О вашей работе можно говорить бесконечно. Конечно, время пролетело очень быстро. У нас буквально две минуты осталось, поэтому обещанный анонс новогодних мероприятий. Вот вы уже говорили об анимационной программе для детей, о чем спрашивала наша зрительница. Если можно, еще коротко о других мероприятиях, которые будут проходить, так скажем, с 30 декабря по 8 января. С огромным удовольствием, тем более, что сейчас действительно самая горячая пора подготовки, и все мероприятия каждый день наполняются новыми творческими какими-то решениями, новыми идеями, и воплотятся в жизни уже в ближайшее время. Нас в эти новогодние дни будут ждать, конечно, ряд традиционных мероприятий. Одно из наиболее ожидаемых жителями, на мой взгляд, это самое масштабное. Шествие Дедов Морозов. Но как-то изменилось по сравнению с прошлым годом? Оно будет проходить также на стадионе Озерово, на уличной площадке. Мы, безусловно, учитывая прошлый год, когда поморозило так очень хорошо наших зрителей, мы внимательно отнеслись к временным рамкам проведения. Да, изменения небольшие будут, именно творческие, с творческими решениями, но главным остается одно. К нам придет очень много Дедов Морозов, к нам прибудет главный Дед Мороз и Снегурочка для того, чтобы зажечь огни на новогодние елке, пустить в Щелковский район новогодние праздники, прогремит праздничный салют и поздравление от руководителей района для наших жителей. Праздник обещает быть ярким, интересным, но самое главное, это то, что на этом мероприятии каждый житель может провести время вместе со своей семьей. Этот праздник любят и дети, и взрослые. Детки, конечно, могут пообщаться с Дедом Морозом. Дед Мороз у нас никогда не уходит быстро, они слушают до последнего стишки, от детишек играют с ними, водят хороводы. Я уверена, что праздник оправдает ожидания наших жителей. Предстоит очень много новогодних программ, новогодних елок. Конечно, отдельные программы готовит театрализованный районный культурный комплекс, отдельные программы готовит Щелковский театр, а как же теперь без полноценных спектаклей в Новый год для детишек разных возрастов. И в новом помещении, на новой сцене. Для большого числа наших жителей будут проведены 30 декабря в Щелковском театре елки городского совета депутатов, а в УСК Подмосковье в Крытом Манеже елки главы Щелковского муниципального района. Отдельно ждет наших жителей рождественская программа. 7 января пройдет целых 4 представления. Рождественская елка главы района на территории Щелковского районного культурного комплекса. 25 декабря в театральном концертном центре мы соберем жителей любых возрастов от 15 лет и старше на бал «Маскарад». Это у нас впервые. Традиционно у нас был рождественский бал, теперь мы пробуем бал «Маскарад». Все будем в костюмах, масках, танцевать, участвовать в конкурсах, получать призы. Большое спасибо, Наталья Александровна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была председатель комитета по культуре и туризму администрации Щелковского района Наталья Чуйченко. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!